Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И вот Когда он сказал Например Уже после этого Ничего кроме жопы В форточке Я представить не мог И более того После выдоха На меня Это производило Я сказал Завораживающее впечатление Расслабляющее какое-то Все что угодно Но только не смех Созерцание Какие-то японские Какие-то мотивы Не знаю Все На этом меня замкнул И И дальше все И он Почти меня погубил Как так сказать Артиста Который мог бы смеяться Дальше меня стали Отсылать к педагогам Леонид Мисеевичу Шахматову Кто-то Меня объяснил Что он Очень хорошо Учит Смеяться Леонид Мисеевич Сказал что Костя Это очень Не сложно Опять он Начал с выдоха Почему-то Они как-то Все были зациклены Почему-то Надо было сначала Выдохнуть Это как-то Очень странно И до сих пор Я не понимаю Почему они Почему-то За это цеплялись На этом настаивали Надо выдохнуть И потом Производить Вот такие Какие звуки Там например На разные Гласные От буквы Х И разные Гласные Ха 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 И вот Возникнет смех Но поскольку Такой смех Который он мне показал Был бы мне В общем не нужен Потому что Так говоря между нами Так я И без него мог бы смеяться Без этого Тогда я пошел К Вере Константиновне Львовой Которая Сказала Ой Это легко А все почему-то Говорили что это легко Хотя в бою Дело не сдвигалось Не на сантиметрах Значит Она сказала Это Значит надо Вот Костя Смотрите Встаньте на колени Перед стулом Упритесь Диафрагмой В ребро стула Выдохните Опять И толкайте его Дальше Ха И вот И вот И опять На меня это Произвело В общем Сильное Но я бы сказал Какое-то чужое Впечатление Совсем не то Которое Должно Потом оказалось Что кажется Я уже давно смеюсь И просто не заметил Этого Вот так или иначе У меня почему-то Вот прежде всего Со щукой связаны Если из так сказать Из веселых историй Вот что-то такое Хотя на самом деле Это были действительно Счастливейшие годы В жизнь моей То есть Столько надежд Столько Прелестей И прекрасные Между прочим Сокурсники Гениальные просто Потому что Это и Наташа Гундарева Это и Юра Богатырев Это и Наташа Заякина И Юрий Васильевич Катин Ярцев Который нами руководил Владимир Абрамович Этуш Который был Впрочем Просто Моим конкретным Преподавателем Чисто конкретным Чисто конкретным Просто да То касается Владимира Абрамовича Этуш Конечно бы Он должен был Сегодня здесь присутствовать Потому что Много лет Ректор Щукинского училища Его сегодня нет Но Сережа У меня к тебе Большая просьба Он ведь просил тебя Нам что-то передать Правда? Это Сергей Брунов Я на всякий случай Да Добрый вечер Я поздравляю всех С нашим праздником Так мы сможем Да Он просил передать Все дело в том Что он сейчас Насколько сообщили Он уехал В Китай К долгожителям Вот Да Вот Принцессе Турандот Ну что говорить Я с вашего позволения Покажу Вот Мне туда выходить Да Простите Наталья Ивановна Владимир Абрамович Этуш Народный артист Советского Союза Значит Начало есть Начало есть А теперь я хочу вас спросить Чего вы радуетесь Я вот тут Я был тут на съезде ректоров Советского Союза Бывшего Советского Союза И один большой человек Сказал А он по-доброму сказал По-доброму сказал Вы никому не нужны Сейчас нужны Переводчики Администраторы Мерчендайзеры Вы никому не нужны Но тем не менее Мы здесь И мы радуемся Я сегодня не хочу Преподавать вам Снова систему Станиславского Но имейте в виду Что то Что вам По неопытности Может быть Не всем Кому-то По неопытности Может быть Может быть Из-за непонимания Может быть Из-за эгоизма Может быть Из-за каких-то других Причин мешает Это партнер Так бывает Партнер мне мешает Я не могу выразить То что это Самое Это неверно Партнер Это та антеева земля Как называл ее Вахтангов То спасение И Это очень важно Это спасение Имейте в виду Когда Что то не получается Возьмите Из-за партнера Добейтесь Его правильного взгляда Я вас поздравляю Творите И Будьте счастливы Спасибо Спасибо Пошла речь Я здесь Пошла речь Владимир Абрамович Вспомни еще одного Ректор Вот тут рядом со мной Ректор сидит Только что здесь Ректор стоял Но в наши времена Был такой странный человек Фамилия Пелицев Который мог созвать В ГЗ Вот там где сначала Рухнула крыша А потом починили Эту крышу Созвать Гимнастический зал Самое верхнее Подкрышное помещение Где всегда шли показы Вот он собирал там Не курс Не два курса Все училище Все училище Абсолютно Все в трепете стояли Времена были тяжелые Смотрели что будет Выходил Пелесов Пауза была огромная Потом он говорил Понимаете Студент Показывая в зал На любого человека Насладился бананом А корку бросил Тут же понимаете Это же безобразие Кто сделал? Ну все молчат Естественно Сорок минут молчат Час молчат Подходит педагог И говорит Вы извините пожалуйста Там занятия срываются Я дождусь справедливости Мы решили попросить сегодня Студентов вам показать Свою школу На самом деле Это сегодняшние Щукины дети Возьмите пожалуйста Микрофон Педагоги Третьего курса Щукинского Института имени Щукина Сейчас они покажут Раздел наблюдения Это раздел второго курса Мы уже на третьем Мы стали старшими Большими Как это будет Не знаю Но я очень хочу Чтобы вы их Поддержали И вот Настя Микишова Показывает Абитуриент Добрый день Здравствуйте Смирнова Татьяна Что? Учится Анатольевна 17 лет Город Пермь Лапа де Вега Фонта Вихуна Причина-то больна Главная причина та Что ты насильником Позволил меня украсть И не отмстил Меня у хищников Не отнял Я не успела Войти замуж Я не была женой Франдоса Поэтому не он А ты За честь мою Уступиться должен Чего? Может быть еще что-нибудь Да, я еще пить могу Ну, спойте А что будете пить Вот, Анастасия Пожалуйста Ой, это из репертуара Алсу Пожалуйста А можно с танцем? Да, пожалуйста Голос Тихий Таинственный Где ты Милый Единственный Сон мой Югай Белой снежную Стану Самую нежную Сон мой Спасибо А почему Поворок себе У У лица Понимаете Дело в том, что В общем Дело в том, что Он стилист Кто? Кто? Стилист Ну, это тот Кто макияжем Занимается Там одеждой И вот прочее Он сказал мне Что вот эта Вот эта часть лица Ну В общем Она В общем Красивая у меня А вот эта часть лица Ну не то, чтобы Не то, чтобы Некрасивая Ну просто хуже Я ведь хочу Вам понравиться, да? Покажи Да, да, конечно Покажите все-таки Все-таки у нас театр С двух сторон смотрит На артиста Это обязательно? Обязательно Спасибо Это было очень смело Спасибо вам большое Подождите нашего решения Спасибо Ну и еще Два наблюдения Детей Младший брат Показывает Агния Кузнецова Мама А может я компьютер Поиграю Ну и все Пятнадцать минут Поиграй и все Ну и с Пашей Там поиграй Мам Так мне все Разрешаешь Мне ничего Не разрешаешь Мам Мам Спасибо И еще До наблюдения Девочка В книжном магазине Юля Шахмуратова Показывает Просите, пожалуйста А вы мне не поможете Вот мне дали Списк литературы Девятнадцатого века Значит так А Вожаковску Балату Людмилы Светланы Игорь Но они мне пока еще Не нужны А из Пушкина Цыган Полтавов Медный всадник Но Медный всадник Мне тоже пока еще Не нужен Как бы он под вопросом Повести Повести Булкина Белкина Да Повести Белкина И капитанская дочка Но капитанская дочка Мне тоже пока еще Не нужна Так, что еще Что еще Толстой Толстой? Да А который вам? Который вам Толстой? А что, их два? Который Толстой Их три Как три? Даже четыре Как три У меня учитель сказал Про одного А где А где мне его найти? Адрис дать А можно А можно я маме Позвоню? Можно А где? Вот там Вот там Там? Спасибо 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 Надо сказать Что в Щукинском училище Всегда пели И пели петь Причем По-моему Начинали уже Вот с молодых ногтей Юр Я к Юрию Назарову Сейчас он Мы еще не знали Что есть авторские песни И я даже не знал Я совершенно случайно Когда мне стукнуло 50 лет Я значит Зашел ко мне Александр Анатольевич В гости А я чего-то такое Потянула меня Ну я позвоню Давай Давай Знакомый дом Поет о счастье Голос молодой Я взял и еще Один куплен Там было Над Кремлем Спеплые песни Какие вы писали И над Кремлем Где светят звезды Аллы Юрк Ну ты молодец Смотри Ты что-то помнишь Бог знает что Да? 54-й год Твои слова Чудные Все слова Которые Вы произносите Все мои Александр Анатольевич Они 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 неравноценные Но все Но все мои А очень было бы интересно Знать как вы учились Кто учились? Вы Как учились? Я учился так давно Я сейчас считаю Здесь сидят 8 моих учеников 8 Поднимите руки Пожалуйста Ученики Александр Анатольевич Ленька Наташка Значит Вот Это троица Замечательная И Александр Шалыч Человек Который практически Уже Годится мне Годится мне В отцы Александр Анатольевич А Константин Аркадьевич Ваш ученик Котик Я просто мечтал Быть вашим учеником А котик 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 с Валеркой Фокином Помнишь трагическую историю Да? Когда Я ставил отрывок Фигаро И Он попросился Сыграть Графа Альмавиву Валера? Валера А взяли Не помню сейчас кого И он Вот это было Сколько Когда ты кончил? В каком году? В 71-м Это было В 69-м В 69-го году Он не может Мне этого простить Так что Трагические Но если говорить Вообще о нашем училище Педагоги были замечательные Если спрашиваешь о моей юности Педагоги были потрясающие Сейчас тоже замечательные А тогда были потрясающие Был Александр Сергеевич Поль Гениальный человек У нас на первом этаже Как вы знаете А наши уважаемые телезрители Не знаете У нас мужской туалет На первом этаже А так у нас демократия всегда Била фонтаном То педагоги Профессора И студенты Вместе Других Спецсортиров Нет Я и говорю Что Какие-то традиции Должны быть Вахтанговские И вот стоит Шикарная Со свечи Поль Справляет Малую нужду Вбегает Какой-то Ой Здравствуйте Со свечи Молодой человек Если вы В следующий раз В этом месте Со мной Поздоровайтесь Я подам вам руку Вот это Были педагоги А про поле Недавно Замечательную историю Вспомнил Василий Иванов Василий Борисович Вспомнил Замечательную историю Про Александра Сергеевича На курсе Который был Старше тебя на год Была Беневская Да Галь Ну как же Которая очень нравилась Александра Сергеевича Как девушка И она пришла к нему На зачет По истории Зарубежного Зарубежной литературы И он ей говорит Галина Если вы мне Ответите только На один вопрос Я вам Поставлю Зачет Хорошо Сейчас слушаю вопрос Пожалуйста Назовите мне Любовников Афродиты Он говорит Александр Сергеевич Я своих-то не помню Зачет 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 Заключил Более Блестяще Блестяще Зачет А это Конечно А когда мы были студентами Там шли Великие спектакли Где мы бегали Значит студентами В театре Вахтангово Великий государь Был спектакль Играл Значит Толчанов Великого государя И вот Он же Совершенно Компьютерный Был Высчитанности Человек Он выходил Мы шлепались Значит В эту пыльную жуть Мордой В половик И он Говорит Бояре Мы говорили Раз Два Три Четыре И Я пришел Раз Два И К вам Раз И Что бы сказать И мы сыграли Штук Сто спектаклей Ни разу Он не сбился С этого ритма И вот мы В страшных Огромных Этих Тулупах В этих Шапках Страшных Значит На гастролях В Киеве Как сейчас помню Жара 40 градусов Это не помню Чего было оформление Вы понимаете Не то Рындина Не то Шикарные Были Царские Эти Палаты Да Юон Да И Сзади Огромный Задник Значит Этого Голубого Российского Неба И на самом Около Арьера Значит Купола Церквей Много Много Золотых Куполов Церквей Это стоят Такие Маленькие Фанерные Значит Штучки Золотенькими Штучками Освещаются И вот Мы значит Отыграв Очередной Раз И Два И Ныне Покойный Мой сокурсник Вадик Грачев Он Сняв Эту Лабуду Значит Себя Он Значит В В Трусах И В Майке И Он Пошел Из одной Кулисы В другую Но Не рассчитал Что надо Идти за Задником А там Идет Сцена В палате Там Встреча И он Чтобы не нарушить Тихонечко Идет И придерживает Чтобы не упала Купола Луковки Церквей Понимаешь В Трусах Со Страшной Бородой Не приклеенной А нанизанной Он так аккуратно Не дай бог Нарушить Спин Чтоб не уронить Церкви Вот Ой Господи К чему Это я Здесь Восемь учеников Александра Анатольевича Я прошу взять микрофон И про него Рассказать Сейчас Как Педагога Саша Можно я расскажу Сейчас забуду Саша Потом Потом ты Ладно Я сейчас забуду Я был Не ученик Я очень хотел быть Учеником Александра Анатольевича И Лёня Трушкина Которому посчастливилось быть Учеником Ширвинта Он рассказывал о том Как Я видел этот спектакль Детят первого брака Детят первого брака Водевиль И вы Очень Как-то подробно Рассказывали Артистке Тормаховой Свете О том Как нужно Эту реплику Сказать Она Обожая вас Смотрела на вас Раскрыв рот Значит Внимательно Очень Внимая Словам учителя Она сказала Значит Вот это надо сказать Вот так Если ты это так скажешь То Возникнут Аплодисменты И она Суна Обожая вас Спросила Задала вопрос Такой В зале На что Ширвинт сказал Боже упаси Вот это Вот это Я очень хорошо Боже упаси Вот у нас Александр Анатольевич Стоял Тоже Водевиль Герцогиня Геральдштейнская Помните Так как это было С французскими номерами Мы совершенно не понимали Французского Но как обезьяны Мы заучили И вот Долго 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 Это все репетировалось Года два Наверное Там по номерам По песенке И однажды О ужас Решили Значит Прогнать Все это дело Что там Получилось Мы все собрались Мы очень волновались Все прогнали 18 минут И такая пауза Все в ужасе Все смотрят На Иса Анатольевича И попыхивая трубкой И Иса Анатольевич говорит Коротенькая история У нас с вами Получилась Ведь Марьяна Рубеновна Замечательная наша В общем С вспоминать надо Не нас А вспоминать надо Все-таки Что у нас было Она была Замечательная Но к сожалению Она ослепла Значит я ставил Вот это Я говорю Марьяна У меня там Что-то такое Пусть они Тебя прогонят А я прибегу И у меня Отменилась Это бодяга Я прихожу В зале Сидит несчастная Марьяна На сцене Один этот Бродюсер Это наш Какого У нас все Бродюсер Жигунов А? А, Жигунов 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 Он играл Какого-то Третьего солдата Он один На сцене И вот И он играет За всех И слепая Марьяна Сидит в зале А все А я вхожу Эти курят Пьют внизу Да? А он прогоняет Герцогиня Николаевича Тейнского Пошли И выше И выход салат Вот это Курсик был Да Но мы любя Мы любя Настя Было бы странно Что любимый учениц Александр Анатольевич Не пел бы сегодня здесь Я хочу сейчас Исполнить песню К сожалению Это грустная немножко история Мне позвонил человек Виктор Забелышинский Поэт И По телефону Начитал мне стихи Я его никогда не видела Олег Иванов Написал музыку И Когда я записала эту песню Мне позвонил Виктор Забелышинский Говорит Я ложусь в больницу У меня операция там Пустяковая операция Можно я по телефону послушаю Потому что это Моя первая песня Я поэт Это первый песенный мой опыт А я куда-то убегала До сих пор себя не могу простить Я не прощу Я куда-то убегала И сказала Ну что вы правы Через неделю вы Выйти из больницы Я вам передам записи И он не вышел из больницы И для меня это был Совершенный удар Я маюсь и каюсь Но моей вины здесь нет Приходит к нам часто Приходил на спектакли На наши вечера В училище Аркадия Саакчирайкина Я сейчас на Котю смотрю И После одного Вечера Он мне говорит Миша А у тебя есть Какой-нибудь Пиджачок Другой Я говорю Аркадий Саакчич Вот только один Он говорит Ты пойди Тогда в костюмерную В театр Театр находился Эстрады Напротив театра Сатиры И там обратись От меня тебе дадут Костюм мой А то я смотрю Объявленица висит У вас В клубе Каучик Концерт И я значит Поехал В театр Эстрады Мне дают Костюм Самого Аркадия Саакчирайкина Подделали Красивый Значит Надел на себя Вышел Читал Из Голого инженера Ильфа и Петрова И на следующий день Буквально встречаю Аркадия Саакча Ну как Я говорю Вы знаете Такие были аплодисменты Он говорит Ты знаешь Даже если бы ты помолчал Ну надо тут добавить Что Аркадия Саакча Не всем разал в бюджаке А только своим зятьям Я шел кстати И мундир Семен Михайлович Лют Пока не выясняй Кто был Чьим зятем Вы у кого учились Ну конечно же Александр Анатольевич Он Да Два водевиля мы делали Да Два водевиля Дважды мы работали А потом я уже Работал вот с Леонечкой Ермольником Я уже ему ставил Водевиль А я Вы вспомнили Толчанова Иосифа Моисеевича Удивительного Нашего артиста Который по-моему До 150 лет Дожил И когда я пришел В театр Ему уже было 150 Человек Которого Трудно заподозрить В тонком чувстве Юмора Это был очень серьезный Человек Но я хочу Рассказать Об случае Которым В нашем ГЗ Наверху Если помните Всегда ставилась Кафедра Довольно высоко На банках И вся профессура Роскошная Значит наша Сидела там А несчастные студенты Дрожа и волнуюсь Внизу В этом самом ГЗ Разыгрывали всякие вещи В данном случае Это был Это была Значит работа с предметом И какой-то студент Я не помню его фамилию Значит у него тарелки Чашки Все это летало Ну совершенно потрясающий Этюд Он все это делал И одна тарелочка Полетела через всю Эту кафедру Выше кафедры В стену долбанулась Пауза И вот тот самый Иосиф Моисеевич Через паузу сказал Ложись Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok